Рада приветствовать всех на своем канале! Сегодня будет видео о заказе Ивроше. На электронную почту мне пришло письмо ко дню рождения. Там было указано, что если я сделаю заказ на определенную сумму, я смогу себе выбрать в качестве подарка туалетную воду, женскую или же мужскую. Поэтому все-таки решила ко дню рождения порадовать себя и воспользоваться этим предложением. Решила попробовать вот такую линейку. Совсем недавно она вышла в компании. И эта линейка у нас называется Антиполюшин. Она разработана для того, чтобы очищать волосы от различных загрязнений из окружающей среды. А именно от сигаретного дыма, микрочастиц, пыли, выхлопных газов. Поэтому производители решили разработать вот такую линейку Антиполюшин, которая будет глубоко очищать волосы от всяких вредностей и загрязнений. Эта линейка не содержит силиконок, красителей, парабенов. И также она имеет легко биоразлагаемую формулу. Поэтому, да, стало интересно, что же это за такая новенькая линейка. Сюда у нас входит шампунь. Шампунь в стандартном объеме 300 мл. Он у нас идет прозрачный. И я все-таки думаю, что это будет тот шампунь, который, знаете, будет так до скрипом очищать волосы. Но это пока только догадки. Посмотрим, как он будет работать, когда я, собственно, буду его использовать. Да, сказано, что это шампунь детокс и восстановление. Мицеллярный, кстати, шампунь. Да, так что интересная вот такая вот новиночка. Также, если в шампуне я была уверена, что я хочу его взять, насчет вот этого средства я сомневалась. Но все-таки решила, если брать, то брать уже практически всю линейку, чтобы пользоваться в тандеме. Это у нас уже идет бальзам. Я сомневалась, брать или нет, потому что здесь очень маленький объем, а цена, как вы знаете, небюджетная. Здесь всего лишь 150 мл. То есть, я даже не знаю, на сколько раз не хватит этого тюбика, но я думаю, что явно не на много. Однозначно, на вот эту банку шампуня таких бальзамов нужно как минимум 2, может даже и больше, уж точно. Что здесь указано? Указано, что это бальзам для волос детокс и восстановление. Его нужно оставлять на 3-5 минут после мытья волос и, собственно, потом смывать. Вот и все. Использовать как самый обычный бальзам для волос после шампуня. И третье средство, самое интересное из этой линейки. Также я сомневалась долго, брать или нет, потому что здесь снова-таки очень маленький объем. Всего лишь 150 грамм. И это средство стоит еще дороже, нежели бальзам. Оно совсем не бюджетное, тем более за такой маленький объем. Но все-таки я решила попробовать. Интерес взял верх. Что же это за средство? Это у нас крем-гаммаж для кожи головы, детокс и восстановление. Его нужно наносить на влажные корни волос, легенько массировать кожу. И потом остатки тщательно смыть теплой водой и, собственно, помыть голову шампунем. Использовать один-два раза в неделю. То есть, соответственно, его нужно использовать до шампуня. Это очень даже интересно. Такой своеобразный скраб для кожи головы, чтобы вычищать оттуда всякие загрязнения, чтобы кожу отшелушивать. Интересно, как эта серия будет работать в тандеме. И все-таки надеюсь, что свои деньги она оправдает, будет отлично и глубоко очищать волосы. И, возможно, они дольше будут оставаться свежими и дольше не будут грозниться. Собственно, вот такой вот получился у меня заказ с трех средств новинок для волос. И, как я упомянула, в подарок я получила туалетную водичку. Вот эта водичка, которая, в принципе, уже стала популярной у Ивроше, она называется Уи Эл Амур, как-то так. Меня разочаровало то, что мне прислали маленький объем, всего лишь 30 мл. Это, конечно, и правда очень мало. Я все-таки надеялась, что это будет хотя бы 50. Но вот такой вот скромненький подарочек, хотя, учитывая цены и в Ивроше, даже такой объем, очень даже, знаете, не скромненький подарочек. Давайте сейчас посмотрим на флакончик. У меня такая водичка, несколько нот любви была уже. Я отдала ее маме, поскольку аромат очень тяжелый. Маме он тоже не понравился. Сейчас она просто его использует как освежитель для воздуха. В общем-то, меня это крайне удивило, потому что аромат стоит больше 1000 гривен, и она его использует как освежитель воздуха. Ну, поскольку и правда очень термоядерный. Здесь же якобы уже обновленная версия этого аромата. Здесь такое у нас выгравированное сердце. Вот так вот оно идет. То есть, как бы две половинки сердца. В общем-то, такой миленький флакончик. При этом, как видите, очень маленький, то есть, очень мало водички здесь. И сейчас попытаюсь учуять этот аромат. Знаете, аромат уже не такой термоядерный, который был в самой первой версии этого аромата. Все-таки этот, как я считаю, уже больше подходит для молодых девушек. Однозначно не на каждый день, но при этом я думаю, что он будет стойким. И вот эта версия, да, я все-таки буду ей уже пользоваться. Именно я буду пользоваться, потому что считаю, что она как раз-таки идеально подойдет для молодых девушек. Приятный такой цветочный, свежий аромат. Я думаю, что многим он должен подойти. Рада его получить была в подарок, но опять-таки рассчитывала все-таки на объем побольше, а не на вот такую вот малюточку. И, конечно же, мне еще положили пробники, но выбирала я не эти пробники, но потом оказалось, что они были самостоятельно заменены. То есть мне прислали то, что у них было, потому что то, что я выбрала, его в наличии не оказалось. Поэтому мне прислали два пробника абсолютно одинаковых кремов для лица серии Эликсир Женес. Это два ночных крема. Ну, как бы ладно. И также еще прислали несколько нот любви, пробник водички. Но это как раз-таки вот та самая термоядерная первая версия, которая просто убила меня на повал, потому что аромат там очень резкий такой. Просто от него голова разболеться может. Даже моей маме он не понравился, поэтому да. Чем-то напоминает аромат Соу Эликсир. Если вы пользовались, то что-то схожее между ними однозначно есть. Вот такой вот был у меня заказ ко дню рождения. Получила я свою туалетную водичку в подарок. Также выбрала для себя новые средства для волос, которые я надеюсь, что меня все-таки порадуют. И да, я надеюсь, что вам было интересно. Скоро с вами увидимся. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok